Добрый день, дорогие друзья! Я рада всех приветствовать в пресс-центре информационного агентства «Росбалт». И сегодня мы поговорим о очень важной теме, о бизнесе и о проблемах экономического роста в условиях пандемии. Я думаю, что нет человека, на жизнь которого не повлияли бы обстоятельства последних уже фактически полутора лет. И одной из главных, не побоюсь этого слова, жертв пандемии стал именно бизнес, в первую очередь, малый и средний. И сегодня мы бы хотели поговорить о том, как предприниматели приспособились к новым условиям. Можно ли говорить о том, что бизнес начал оправляться от того удара, который последовал год назад. И я рада очень приветствовать сегодня в стенах «Росбалта» Бориса Юрьевича Цитова, уполномоченного по правам предпринимателя при президенте РФ, и Оксану Генриховну Дмитриеву, депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга. И первому я бы хотела дать слово Борису Юрьевичу. Скажите, можно ли вообще уже подводить определенные итоги о том, как малый и средний бизнес пережил пандемию? Ну, во-первых, мы не пережили пандемию. Я хочу сказать, что пока наши перспективы очень неясны. Мы там говорим, я так услышал, что Александр Беглов только что сказал, что можно ждать пятой волны. По-моему, вчера он давал интервью, что можно ждать пятой волны пандемии. Я думаю, что многие придерживаются и среди ученых, и среди людей, так скажем, населения и бизнеса, той точки зрения, что расслабляться нельзя, это точно. Поэтому мы можем подводить только предварительные итоги. Надо сказать, что после первой волны, которая была очень жесткой, локдауновской волны, конечно, мы сегодня вторую волну прошли значительно мягче, потому что не было полного локдауна, и в этом, наверное, была главная помощь, которая оказала наше государство бизнесу, потому что другой помощи было оказано значительно меньше, чем в странах Европы или в других, в принципе, странах. Но, в общем, то, что мы не ушли в локдаун на второй волне, это, конечно, серьезно, жизнь для бизнеса облегчила. Но, с другой стороны, в общем, конечно, сегодня мы по-прежнему чувствуем, что есть последствия, и мы видим, что, например, если там третий, четвертый квартал были очень определительными с точки зрения роста для бизнеса, то первый квартал был очень вопросительный, то есть пошел опять спад. То есть сначала это был восстановительный рост, как бы на базе, от низких цифр локдауна, времен локдауна, то потом все люди уже, как бы, отложенный спрос свой реализовали и начали жить уже нормальной жизнью, смотря более, так скажем, внимательно на свои финансы, и поэтому, в общем, сегодня по-прежнему у нас больше 60% предпринимателей заявляют, что спрос так и не восстановился до локдауна ских времен. Но, кроме этого, конечно, здесь, в Санкт-Петербурге, мы смотрим разные сектора, мы постоянно мониторим ситуацию, но хочется понять, да, и мы социологические опросы проводим, естественно, обращения к нам идут, мы работаем с секторальными объединениями бизнеса. Но вот сегодня то, что мы хотели бы вынести на первый план из всех проблем, которые существуют, это, наверное, то, что происходит с российской промышленностью. Потому что если во время пандемии, хотя здесь, например, в Санкт-Петербурге, обрабатывающий сектор показал минус, только вот сейчас, да, какой-то восстановительный рост, то, в принципе, перспективы очень сложны. Мы видим, что, ну, наверное, издержки огромные для бизнеса и растущие издержки, которые просто уничтожают сегодня доходность бизнеса, приводят его в отрицательную красную зону, и поэтому многие предприятия по нашим подсчетам, по нашим ориентировкам, по нашим сегодня предположениям, я думаю, что могут оказаться к концу года в предбанкротном, по крайней мере, состоянии. С чем это связано? Допустим, мы сегодня были на нескольких предприятиях, например, предприятие, которое производит стекло, то есть это стеклопакеты огромные, причем современные, современнейшего оборудования, которое в 90-е, 2000-е годы произвело полную модернизацию, то есть инвестировало в новейшее западное оборудование, причем ни одно даже, говорит, винтика нет российского, к сожалению, потому что ничего в России не производится. Предприятие называется ЭКМО. Так вот, электроэнергия, причем это энергозатратное предприятие, у них печки прозагреваны, в общем такая вещь энергозатратная, 9 рублей за киловатт в час. У нас есть еще несколько регионов в стране, где, в общем, приблизительно на этом уровне, но это всего, это Бурятия, это еще несколько регионов, но в Москве 4. С такой ценой на электроэнергию они конкурировать не могут. То есть это очень высокая цена на электроэнергию. Поэтому, конечно, мы знаем историю там Ленэнерго, развития, но там вот то, что часть тарифа, это связано с передачей электроэнергии, это, в общем, попытка сегодня просто вытянуть с бизнеса огромные деньги. Поэтому мы считаем, что сейчас немедленно должна быть пересмотрена политика Ленэнерго, тарифообразующая, по крайней мере, по отношению к промышленным потребителям, потому что если это будет продолжаться, то в Питере просто не будет промышленности. Может, она и не нужна вам? Не знаю. Но мне кажется, что она нужна, потому что она создает рабочие места. Другой вопрос с рабочими местами. Тоже растет цена, при этом качество трудовых ресурсов невысокое. Приходится их самим обучать, потому что нет системы подготовки кадров. Уровень, как нам было сказано, подготовки даже инженерного состава. Люди приходят с дипломами, которые вообще, в принципе, не понимают, о чем речь. То есть у них очень низкий уровень подготовки. Уже не говорят, стимулов для работы тоже. Я хочу просто сказать, что нужен рынок труда. Многие нам говорят, что надо бороться за создание новых рабочих мест, за то, чтобы люди все были обеспечены, все было хорошо. Но, извините, без конкуренции на этом рынке тоже не обойтись. Люди должны понимать, что они должны работать, они должны учиться, если они хотят обеспечивать свои семьи, жить хорошо, двигаться вперед. Они должны думать о своей карьере, они должны думать о своем профессиональной подготовке и должна об этом думать государство. Поэтому еще вторая проблема. Третья проблема – это, конечно, совершенно безудержный рост цен на некоторые виды товаров, которые являются для такого рода предприятия издержками. Это дерево, там больше трех раз металл, насколько я помню, два с половиной раза. Это все выводит эти предприятия из зоны конкурентоспособности. Поэтому то, что правительство так поздно спохватилось, те меры, которые оно приняло, недостаточны, потому что если мы хотим, чтобы мы сохранили нашу промышленность, они конкурируют на открытых рынках, они, кстати, поставляют на экспорт свою продукцию, вон Москва-Сити на их пакетах строится, мы должны реализовывать эффективную экономическую политику. Государство должно знать, что происходит в экономике. Сегодня мы очень сомневаемся, что это именно так. Оксана Геннадьевна, и федеральные, и городские власти с начала пандемии оказывали определенные мерные поддержки и малым и средним предпринимателям. С Вашей точки зрения, насколько эти меры были эффективны? Давайте мы еще раз вернемся все-таки к общей оценке ситуации в промышленности по Санкт-Петербургу, потому что на самом деле в 2020 году завершился для Петербурга практически с нулевым ростом, то есть там 99% минус 1%. И основной спад был за счет нефтегазового сектора, за счет тех, кто относится к консолидированной группе налогоплательщиков. И связано это было преимущественно даже не с коронавирусным кризисом у нас, а с коронавирусным кризисом в мире, потому что сократилось потребление нефтегазовых продуктов и, соответственно, углеводородов. И, соответственно, это сказалось на положении нефтегазового сектора, который у нас является просто, ну вот входит в группу консолидированных налогоплательщиков, и влиять на их деятельность со стороны каких-то инструментов в городе сложно. Ну или вообще практически невозможно, тут просто нужно воспринимать как данность. Обрабатывающая промышленность как раз показала неплохую тенденцию, и, собственно говоря, город выжил в условиях коронавируса именно за счет относительно стабильной работы обрабатывающей сектора, то есть тот, который работает внутри. Еще кто дал большой спад, это предприятия автомобильного сектора, автомобильного кластера, то есть те как раз, кто не имеет большой локализации внутри города и тоже очень сильно зависят от мирового спроса и состояния на рынке. Хотела бы еще раз остановиться на проблемах промышленных предприятий, поскольку в последнее время я очень многие предприятия лично обошла и имею плюс к статистике информацию и от менеджмента предприятий, и, собственно говоря, визуальную информацию от того, что я на этих промышленных предприятиях увидела. Ну, первое, во-первых, считаем, что мы имеем абсолютно новую промышленность и по оборудованию, очень часто и даже по имущественному комплексу, это новый имущественный комплекс, построенный на новом месте, и по кадровому составу. Самая большая проблема, если сказать в среднем, что лимитирует развитие, как выясняется, это не инвестиции, даже не спрос, потому что спрос есть, а это кадры. Причем кадры как рабочих, квалифицированных и неквалифицированных, и это инженерные кадры. И, наконец, сформулирована четко позиция, что во многом восполнить инженерные кадры невозможно или очень сложно, потому что потеряна инженерная школа. Ну, вот мы проезжали с вами вот сюда сегодня, когда ехали, проезжали Ленинградский металлический завод силовые машины. Силовые машины во многом перебазировались в Колпино, и то, что они ушли из центра города, это усложнило вопрос обеспечения кадров, потому что просто к объективному отсутствию кадров добавилось еще и сложности, труднодоступности размещения и локализации в Колпино. Но второй момент. В металлическом заводе, при металлическом заводе, был завод в ТУЗ, значит, высшеучебное заведение при металлическом заводе. Теперь его нет. Кафедры, базовые кафедры энергомашиностроения, это базовая отрасль всегда была для Санкт-Петербурга, и кузнецей кадров инженерных для энергомашиностроения был энергомаш Политехнического института имени Петра Великого. Кафедр нет некоторых. Просто нет кафедр. Соответственно, нет инженерной школы. Стонут руководители, технические директора, коммерческие директора, но главное конструктора и главные инженеры, потому что приходится приглашать инженеров просто там, где их выпускают, в такой специальности. Из Тольятти, из Воронежа. Я уже не говорю о том, что ищут по территории бывшего СССР. Украина, Белоруссия и так далее. То есть это очень большая проблема, когда мы, в общем, говорили о том, что теряется инженерная школа, то, что у нас наши инженерные вузы начинают выпускать, вообще непонятно, экономистов, юристов, психологов, политологов, и всех, кроме инженеров, и не занимаются сохранением инженерной школы, которые восстановить гораздо сложнее. Научные школы в вузах, которые выпускают квалифицированных инженеров, восстановить гораздо сложнее, чем что-либо другое, чем подготовить даже рабочие кадры. Поэтому это очень большая проблема, которую, конечно, нужно решать коллективно, и, может быть, и даже думать о том, как возрождать петербургскую, ленинградскую, петербургскую, она корнями еще уходит в старый Петербург, инженерные школы. Вот что я хотела сказать. Будет развитие экономики, будет спрос на инженерные школы. Уже есть спрос. Восполнить тяжело. Спрос есть. А если все-таки вернуться к вопросу эффективности, мировой поддержки, которая имела место? Ну, эффективность. Мы считаем, что из тех мер, которые мы предлагали, которые предлагала партия Рослей, которые не были до конца учтены, это меры по поддержке тех предприятий, которые работали на арендованном имуществе у частного сектора. Поскольку город по арендной плате дал льготы и отсрочил платежи по тому имуществу, которое малый бизнес арендовал у города, а вот по коммерческим арендодателям этого либо делал, либо не делал, но на добровольной основе и достаточных мер стимулирования коммерческого арендодателя по предоставлению льгот по аренде из того, что можно было сделать в городе, этого сделано не было. По направлениям того, что мог сделать город сам по налогам, по своему имуществу, ну, там было сделано, хотя тут тоже нужно понимать, что бюджет города сильно увеличился, дефицит бюджета, и в целом я оцениваю, что вообще основная тяжесть по преодолению пандемии, как по увеличению расходов на здравоохранение, помощи гражданам, помощи бизнесу, она была возложена на бюджеты региональные. Бюджеты трещали по швам, в том числе и бюджет Петербурга. Я всегда обвиняла в том, что профицит бюджета и при этом берут займы, и вообще как бы дефицита нет. Но вот 20-й год – это год, когда реально дефицит бюджета Санкт-Петербурга. И резали, при том, что сокращали расходы, и некоторые расходы резали по живому жилищные и социальные программы. Социальные не резали, жилищные. Жилищные программы и фонд капремонта. Поэтому, конечно, для того, чтобы расширить сейчас и в будущем помощь малому бизнесу, нужно пересматривать отношения регионы-центр, потому что даже относительно благополучные финансовые отношения регионы, такие как Санкт-Петербург, не выдерживают этой ситуации. А бюджет федеральный, как мы помним, завершил 20-й год с остатком в 1 триллион рублей, и фонд национального благосостояния отнюдь не уменьшился, а увеличился. Надо больше тратить за счет того, что надо больше зарабатывать. Больше забирать у федерального центра. Пусть делится. У нас очень демократичная партия. Пусть делится, пусть делится. Борис Юрьевич, а есть какие-то данные, сами приниматели в большинстве своем удовлетворены мерами поддержки, которые имели место? Еще раз хочу сказать, что то, что страна не ушла на второй локдаун, как ушла вся Европа и вообще весь мир, практически весь мир, это сказалось серьезно на том, что бизнес чувствовал себя значительно увереннее, чем если бы, даже чем первую волну. Поэтому многие хотели открываться, была самая главная проблема в ходе первой волны до августа прошлого года, закрытые предприятия. Здесь, в Санкт-Петербурге, мы работали с парикмахерами, рестораторами и косметологические салоны. И огромное количество предприятий обращалось нам с просьбой указать содействие, чтобы они были открыты. Но в результате постепенно-постепенно это было сделано, они открылись, и вот в течение уже года большинство, абсолютное большинство работает практически без ограничений. Я знаю, здесь в Санкт-Петербурге еще сохраняются определенные ограничения, но это уже такие ограничения не кардинального свойства. Поэтому в целом, да, бизнес работает, значит, он жив. Хотя я должен сказать, что по нашим оценкам приблизительно на 30% общепитов в Санкт-Петербурге сократился за это время. Но приблизительно эта тенденция в крупных городах у всех, в Москве тоже самое. Могу сказать, что в Москве не открылось достаточно большое количество, ну, это не было проблемой в Санкт-Петербурге, но в Москве, когда вот эта вот QR-история разворачивалась в Москве, многие закрылись, и в результате многие не открылись, даже тогда, когда эти ограничения были введены, сняты. Еще раз хочу сказать, когда бизнес работает, он жив. Значит, он жив, значит, он будет, ну, как бы, он не умер, значит, это хорошие новости. Но в дальнейшем я считаю, что если мы будем по-прежнему сталкиваться с ограничениями, связанные с эпидемией, если у нас появятся опять очередные штаммы, или опять увеличатся цифры, и власть вынуждена будет опять вводить ограничения по бизнесу, то тогда нужно принимать дополнительные меры. Уже не обойдешься теми мерами, которые были реализованы. Вы знаете, что на второй волне там, или, так скажем, после второй волны, были там всего несколько мер. Реализованы два основных мер поддержки, это так, на федеральном уровне. Это меры, связанные с устройством на работу людей с биржи труда, там определенные субсидии. И второе, это так называемые, третий, ну, кредитные, кредиты 3.0 на сохранение занятости. Они были использованы, но не так активно, как предыдущие мер поддержки первой волны локдауна, как, например, кредиты 2.0. И мы считаем, что это недостаточные меры, что их надо расширять. Сегодня многие к нам обращаются, даже взявших уже 3-процентные кредиты, что нужно или продлевать их, то есть отсрочить возврат, или все-таки сегодня подумать о новых мерах. Мы считаем, что если мы хотим сохранять занятость в условиях ограничений для бизнеса, мы должны идти или все-таки возвращаясь к новым субсидиям, которые были одной из мер на первом этапе, прямые субсидии для сотрудников по минимальной заработной плате, или кредиты 2.0, 2-процентные, которые не требуют возврата, если занятость сохранили предприятие, или, что было бы оптимальным вариантом, это взять пример с наших европейских коллег-соседей, которые просто в принципе государство брало на себя обязанность платить заработную плату сотрудникам даже частных предприятий, там до 80% заработных плат они выплачивались, это одна из мер, это не говоря уже о других мерах, которые были предложены бизнесу, поэтому вот эти меры должны быть опять вводиться, если будут продолжаться ограничения. А что насчет моратория на проведение проверок, который был продлен? Ну это хорошая мера, это для малого и среднего бизнеса, и мы очень настаивали на этом, в результате нас услышали и продлили. Я думаю, что вот что хорошо было, что пандемия такое положительное оказало воздействие на бизнес, это то, что контрольно-надзорная деятельность сократилась в значительной степени, то есть по нашим данным там три и больше раз меньше проверок, и боялись, что они возобновятся очень быстро, да, они возобновились после снятия локдауна, но я имею в виду для крупных предприятий, потому что мораторий продлен для МСП, но для МСП вот это вот продление, оно сыграло решающую роль проверок, как не было, так и нет. Второе, что нас очень порадовало, это мера, которая была предложена правительством и называлась она снижение социальных страховых платежей, так называемых страховых вносов с 30 до 15 процентов, потому что это было для МСП, но не для всей зарплаты, а только сверх базовой, то есть минимальной зарплатной платы, которую выплачивалось сотрудникам. Надо сказать, что это очень сильно помогло бизнесу с точки зрения объема выплачиваемых, ну, в счету налогов эти, можно приравнивать к налогам эти страховые платежи, а с другой стороны показало, что снижение налогов не ведет к потерям бюджета. Бюджеты и пенсионный фонд и бюджет только выиграли. Пенсионный фонд там незначительно, ну, на пару процентов прибавил, не снизил доходы, а увеличил доходы. А налоговая служба бюджет собрали больше чем на 4 процентов, налогов больше НДФЛ, который прямую зависит от социальных страховых платежей. То есть, еще раз, она доказали, да, эта мера доказала, что у нас избыточная налоговая нагрузка, что снижение этой налоговой нагрузки не только не приводит к снижению доходов бюджета, а приводит к увеличению, потому что для бизнеса становится выгодно платить. И многие начинают это делать, потому что на таком уровне налогов огромный теневой сектор начинает выходить в белую заработные платы, соответственно, с которых начисляются эти взносы. Так, коллеги, у кого есть вопросы, задавайте, поднимайте руку, обязательно всем дам слово, просьба представляться и дождаться микрофонов, поскольку у нас идет запись без микрофона, можно не услышать вас в записи. Так слышно? Виктория Уздебария о новости. Борис Юрьевич, я хотела бы уточнить, когда вы говорили, что по вашим предположениям много предприятий к концу года будут в предбанкротном состоянии, вы имели в виду петербургские предприятия или российские? Нет, это касается всех предприятий по России, это те, кто являются потребителями сегодня резко возросших цен, но металла, изделия из дерева. То есть это промышленные предприятия? Промышленные предприятия, промышленные, среднего размера промышленные предприятия. Еще вопросы? Телекомпания НТВ, Дмитрий Павлов. У меня вопрос как к Борису Юрьевичу, так и к Оксане Енриховне. Недавно снимал репортаж про открытие фудкорта в Петербурге. Вот одно из условий снятия ограничений с фудкортов – это стопроцентная вакцинация персонала. Я разговаривал с руководством этих общепитовских заведений, так вот они седают на то, что в нашей стране нет закона, который бы обязал сотрудников делать прививку, потому что сейчас вакцинация – дело добровольное. Говорят, нужен закон, потому что мы без него не можем обязать сотрудника вакцинироваться. Приходится уговаривать, приходится как-то мотивировать, давать выходные, денежные премии, даже какие-то скидки в рестораны. Скажите, пожалуйста, вот по поводу вот этого закона, как вы считаете, действительно он нужен и что, собственно, нужно для этого сделать, чтобы он появился? Ну, наверное, мы… Ну, давайте вы, а потом я отвечу. Я отношу себя к тем, кто считает, что вакцинация – это абсолютно правильная история. И если ты хочешь, чтобы мир пережил эту пандемию, которые будут еще появляться, то коронавирус, то еще какой-нибудь вирус, конечно, вакцины – это то, что уже работает, доказана их работа уже многие-многие годы. Поэтому я считаю, что, в общем, та волна, которая сегодня была поднята против вакцинации, является такой некой архаикой. Потому что, ну, извините, весь мир идет, тогда не надо делать операции там на открытом сердце, да, или изобретать роботы, потому что они могут сбеситься, да, как во многих фантастических фильмах об этом говорится. Поэтому я вот первый тезис, чтобы вакцинироваться, если мы хотим пережить эту эпидемию, то вакцинироваться надо. Я, кстати, вакцинировался еще в ноябре прошлого года и переболел, кстати, после вакцинации. Но легко переболел, так что с антителами у меня все хорошо. И до сих пор, уже полгода прошло, и до сих пор у меня там 13. С точки зрения заставлять кого-то вакцинироваться, ну, закон такого быть не может. Хотя, честно говоря, у нас же были обязательно детские прививки всегда, которые всем детям поводились. И в результате мы победили целый ряд болезней, которые сегодня просто уже там или вообще не встречаются, или встречаются очень редко. Но, тем не менее, закона действительно нет. Но если мы хотим, чтобы люди не заражались в ресторанах, то, конечно, у каждого предпринимателя есть свой способ работать с коллективом. И предприятие может выставлять дополнительные требования с точки зрения своего контракта с работниками. И это дело предприятия, какие они требования выставляют. Поэтому здесь могут быть разговоры, потому что, ну, знаете, надо мыть руки каждому официанту или повару. Это требования, сам ПИНа и требования работодателя. Поэтому это относится приблизительно к такого же рода вещам. Я считаю, что заставлять никого не надо, но если ты не хочешь, ну, тогда не выходи на такие работы, которые связаны непосредственно с большим количеством людей, потребителей, и здесь, в общем, каждый бизнес может регулировать. Хотя я вот сто процентов, я считаю, что это неправильная цифра, потому что и не исходя, что там есть кто-то желающий, кто-то не желающий, это тоже, конечно, большой вопрос, что там всех удастся уговорить. Но вопрос в том, что это технически невозможно. В принципе, технически невозможно. Мы столкнулись с этим, ну, и вы знаете, что я пока еще собственник, или я собственник, надеюсь, им остаться надолго, но всегда Абрау-Дюрсо, хотя я сегодня не управляю предприятием. Но тем не менее я в курсе, конечно, у меня там с коллективом мы поддерживаем отношения, и у меня есть такой фонд «Жизнь Абрау», который помогает людям там на предприятии. Поэтому мы видели, что есть просто медицинские показания, при которых нельзя делать привык. И многие, мы у нас обязательно проходят сначала медицинское освидетельствование, потом человек сам соглашается или не соглашается делать привык. Но я могу сказать, что уже на очень большом количестве предприятий, большинство людей вакцинировано. Что касается моей позиции, то я, как вы знаете, всегда была сторонником вакцинации и различных форм обязательной вакцинации. Я думаю, что с точки зрения закона быть не может. У нас никогда не было, хотя у нас есть календарь прививок для детей, которые рассматриваются как обязательные. Но есть санитарно-эпидемиологические нормы, и в частности, те, кто допускаются до работы в системе общественного питания, они должны делать прививки определенные, они и так должны делать прививки, допустим, от гепатита. И они не могут быть допущены до работы, если эти прививки не сделаны. Более того, они тоже проходят периодически, как бы, сдачу анализов по соответствующей программе, они тоже не могут быть допущены, у них должны быть справки, если у них нет определенных прививок. Поэтому здесь можно просто продолжить мысли Бориса Юрьевича, что для предприятий общественного питания, так же, как любых других предприятий, которые обслуживают социальные контакты, которые, между прочим, прежде всего закрывались, именно потому что они обслуживают социальные контакты в условиях локдауна, там, конечно, условием допуска к работе может и должна быть прививка от коронавируса, так же, как должна быть прививка, ну, я небольшой здесь специалист, но знаю, что должна быть прививка от гепатита. Должны быть какие-то сданные анализы на различные виды болезней, которые тоже должны быть. Это, по-моему, очевидно. Компания, которая была развернута против вакцинации, ну, мне она непонятна, потому что мы, ну, опять же, если бы у нас не было вакцины своей собственной, то была бы компания, вот почему у нас нет вакцины, вот почему, почему во всех странах есть вакцины, а вот у нас нет, вот почему везде прививают, а вот у нас не прививают. То есть мне кажется, что есть уже определенный сложившийся большой уровень недоверия к власти, поэтому, если власть говорит, что идите, прививайтесь, значит, не нужно прививаться. Если бы сказали, вот у нас нету, вот когда мы только купим вакцину где-то, тогда, значит, можно будет прививаться, ну, тогда, значит, все бы возмущались по поводу того, почему нет вакцины. Поэтому нужно использовать это преимущество, то, что у нас есть собственная вакцина, и не одна, и нет ограничений в данной ситуации, практически нет ограничений по вакцинации. Поэтому тот разговор, у нас теперь эпидемиологи все, так же, как раньше были все политологами, сейчас мы все эпидемиологи. Ну, так вот, если мы хотим избавиться от следующих войн, то, следующих волн, следующих волн, то должен быть достигнут высокий уровень вакцинации, то, что эпидемиологи говорят, коррективного иммунитета. Если это не будет, то волны, которые будут возникать, они неименуемы будут возникать в тех странах, где нет вакцинации и где нет нормальной системы здравоохранения, то тогда они будут к нам приходить, и будет пятая, шестая, седьмая, восьмая. Я хотел бы дополнить, если, извините, что опять, я просто хочу сказать, что партия Роста несколько сделала предложений, связанных с этим вопросом, с вакцинацией. Ну, первое, что мы предлагали, и тогда это начало, в общем, рассматриваться, если бы не было отменено полностью, то, наверное, бы сработало, что QR-коды выдаваться должны были после первой прививки, то есть не ждать второй прививки того же спутника, выдавать уже QR-код после первой прививки, но были отменены QR-коды, слава богу, это было даже лучше. А второе, это то, что мы все-таки требовали сертификации в России иностранных вакцин, потому что на сегодняшний день недоверие вот этих людей, оно связано с недоверием, может быть, нашим государством, нашим вакцинам. У людей должен быть выбор, они должны выбрать любую из сертифицированных ВОЗом вакцин. ВОЗ – официальная международная организация, которой все верят, и поэтому даже если спутник не сертифицирован ВОЗом, ВОЗовские вакцины мы должны иметь возможность привить здесь, на территории России. Здесь хотели задать вопрос. Сейчас, секунду, микрофон, подождитесь, пожалуйста. Спасибо. Агентство ТАСС. Борис Юрьевич, про лондонский список. В докладе президента вы сообщали, что он пробуксовывает, потом после встречи с генпрокурором все-таки достигли какого-то консенсуса в том моменте, что при возвращении не будет применяться арест. Но как сами предприниматели, которые входят в список, реагируют на вот эту процедуру, которая вроде как восстановилась? Готовы ли они сейчас к возвращению? Сколько может быть фигурантов возвращено до конца года? Я сейчас не хотел бы называть цифру. Ну, вы совершенно правильно сказали, что диалог возобновлен. То есть, мой доклад президенту готовился в течение первой половины года, и поэтому он отражал ту ситуацию, которая была до вручения доклада. То, что потом мы наладили какие-то взаимные подходы друг к другу с прокуратурой в этом вопросе. У нас вообще взаимодействие достаточно тесное с прокуратурой по многим вопросам. Сейчас мы очень активно отрабатываем совместную работу по контроль надзорной деятельности, внедрению законов, которые регулируют эту область, с тем, чтобы не было перегибов. Но вот по лондонскому списку могу сказать, что мы начали опять обсуждение, мы начали продумывать технологию. Там есть ряд проблем, ну, такого юридического свойства, которые действительно волнуют наших правоохранителей. Во-первых, это не прокуратура, это, прежде всего, следственные органы. Прокуратура только как бы представляет их в наших совместных деятельностях. Вопрос в том, что те люди, которые хотят ехать, возвращаться, с них снимается розыск, меняется мера пресечения на несвязанную с арестом, они выводятся даже некоторые из Интерпола, то есть розыска международного. Потом они не приезжают. У нас, честно говоря, это потенциальная возможность. У нас не было никогда такого случая, но потенциально они ставят этот вопрос. А второй вопрос, что как они могут заставить следователя, в принципе, не принимать формально, нет юридической возможности влиять на следователя. Вы знаете, следователь у нас там от уровня старшего лейтенанта, уже следователь, и он один имеет право, в общем, сегодня меру пресечения назначать, и снимать, назначать он через суд, а снимать можешь сам. Так вот, поэтому вот эти две вещи, которые необходимо будет как-то обустроить, мы предлагали и залоги при въезде, то есть, ну, это пока сложно работает тоже, мера пресечения, ну, такая схема. В общем, мы сегодня идем по этому пути. То, что есть предприниматели, которые хотят ехать, это точно. У нас есть список, так скажем, готовых, уже подтвердивших свое намерение возвращаться и подтвердивших официальную прокуратуру. Мы дали их, есть и адреса, и все контакты этих людей, в том числе и у прокуратуры, и у следователей. Они готовы возвращаться, но вот как процедуру эту провести, мы еще должны провести какое-то количество совместных итераций по четкой регламентации этого процесса. В соответствии со следствием? Да. Ну, прежде всего с генпрокуратурой, поскольку мы в контакте с генпрокуратурой. Борис Юрьевич, а как Вы можете прокомментировать приговор Андрея Укаковкина, который в 2018 году был первым? Ну, Вы видите, мы за него боролись по-нашему, он по-другому делу въезжал. У него были другие претензии. В принципе, так скажем, заявитель был тот же, да, это Покровский этот концерн, который сейчас там за границей руководители и владельцы этого концерна находится уже в розыске, в бегах. Мы, кстати, приветствовали, да, такую позицию, жесткую позицию по отношению к ним со стороны власти, потому что долгое время у них была целая группировка, которые, мы считаем, входили и судьи, и следователи, и кого только там не было, да, потому что прям следы. И, как видим до сих пор, они сильны. Они по-прежнему даже из-за границы могут влиять. Хотя, еще раз возвращаясь, мы провели экспертизы по первому делу Коковкина, и мы считали, что он абсолютно невиновен. Мы считали, что он не должен быть осужден. Была борьба, вы помните, что стадии предварительного следствия, сначала мы шли к суду, суд вдруг принял решение о реальном сроке, потом апелляцией мы работали, апелляция этот срок отменила, переквалифицировала на условный. Он был дома. Но ему предъявили новые обвинения. Это, опять же, по иску концерна Покровский на более серьезные суммы. И, конечно, мы здесь не можем говорить по существу дела, да, о том, что мы прям, ну, потому что мы не провели экспертизы, мы точно не знаем. Нет у нас твердой сегодня пока юридического понимания, как и в чем виноват или не виноват Коковкин. Поэтому то, что ему сегодня дали реальный срок, причем даже больше, чем просил прокурор. Четыре с половиной. Да, это, конечно, уникальный случай. И мы будем сегодня бороться за него в апелляции. На ваш взгляд, не повлияет ли этот приговор на решимость еще не вернувшихся? Я хотел бы еще раз всем напомнить. Мы не даем индульгенции. Мы даем возможность тем предпринимателям, которые вынуждены были уехать под угрозой ареста, из-за угрозы ареста, или не могут въехать в Россию, потому что будут арестованы, они находятся в базе данных, и они будут арестованы на въезде. Даем им возможность быть неарестованными, только по мере пресечения, чтобы они приехали, и возобновился уголовный процесс, потому что обычно он стоит на холде, он может сидеть до скончания века там за границей, а здесь ничего происходить не будет по его следствию. И никаких решений не будет принято. Вот все будет висеть. Так вот мы им дали возможность, чтобы не висело, чтобы возобновилось следствие, а уж дальше это их вопрос, потому что некоторым мы помогаем, потому что считаем, что они невиновны, а некоторым мы считаем, что и были нарушения. Только там мы боремся за то, чтобы это не были жесткие нарушения, потому что они не соответствуют той мере вины, в чем они обвиняются. Поэтому среди тех, кто приехал, было несколько условных сроков, они были полностью оправданы, у некоторых были вообще уголовные дела были закрыты по приезду. Но еще раз, это вопрос юридических процедур после возвращения. Мы никому не даем индульгенцию на то, что никаких претензий со стороны государства к ним нет, и обвинений не будет, и судебных решений не будет. Они едут сюда, чтобы доказать свою невиновность, если они так считают, но процесс уголовный, есть процесс уголовный. Так, коллеги, у кого еще есть вопросы, пожалуйста, поднимайте руки, дождитесь микрофона. Здравствуйте, Анжела Новосельцева, Росбалт. У меня вопрос к Борису Юрьевичу. Вы упомянули о том, что больше 60% предпринимателей жалуются на то, что спрос так и не восстановился по сравнению с доковидными временами. А можно как-то этот тезис развить? С чем это связано? Какие факторы на это влияют? Ну, вы знаете, конечно, еще то, что ковид не только принес проблемы, но принес еще такие очень странные движения в экономике, которые раньше никто не мог даже предвидеть, сегодня очень сложно оценить, потому что даже посмотрите на экономику западных стран, при том, что они огромное количество денег отдали и населению в бизнес, и при этом, конечно, у них, понятно, растет инфляция, но при этом идет большой восстановительный рост, потому что спрос сегодня выше, чем доковидный. Огромное количество денег было у населения. То у нас этих денег не было. И оно было, но значительно меньших объемов, конечно, не сравнить с теми объемами, которые были в других странах. Но, тем не менее, у нас растет инфляция, у нас достаточно, пока не очень понятно, какой будет рост экономики, но мы вроде бы выходим на пандемийные, допандемийные времена. Но при этом мы понимаем, что все не так хорошо, как раньше. То есть сегодня мы понимаем, что и люди живут сложнее, спрос на внутреннем рынке не тот, который был, хотя, в общем, сейчас статистика Росстатовская показывает, что все-таки мы в позитивном, хотя на первой половине года 2021-м были в отрицательных значениях по реальным заработным платам. Но, извините, реальным доходам. Но сейчас вроде бы восстанавливаем. Поэтому такие тенденции, которые во многом противоречат друг другу, я хотел бы на этом сосредоточить свое внимание, но можно сказать, что, конечно же, это все придет к норме, естественно, и для нас эта норма опять будет та же самая, которая до пандемии. И норма это будет звучать так. Цена на нефть. Потому что, если наша экономика целиком зависит от цены на нефть, она и продолжает зависеть от цены. Более того, вот мы сегодня о промышленности говорили, хотя о ценах геновик мы говорили, что промышленность у нас процветает. Нет, она не процветает, просто основной спад у нас был как раз по нефтегазовому комплексу и по налогам, и по формальным объемам. Связано с ценой на нефть как раз то, что вы сказали. Но сейчас цена восстановилась, более не восстановилась, но она как бы находится в достаточно высоких уровнях, поэтому пока все вот ничего в целом по экономике. Но надо понимать, что это ничего, это только внешняя оболочка, потому что внутри экономики огромные проблемы, о которых я говорил. Производить в России невыгодно. невыгодно. И это прежде всего касается не нефтегазового комплекса, естественно, это в меньшей степени касается крупных предприятий с большими государственными заказами, там все нормально, а касается реальных, рыночных предприятий, которые вынуждены продавать свои стеклопакеты, или свое оборудование, или свои, не знаю, радиаторы для отопления помещений на рынке для частных потребителей. И вот они себя чувствуют хуже всех. У нас осталось меньше 19 тысяч предприятий средних. В малом производстве, в малом бизнесе у нас, вроде говорят, что мало бизнеса у нас, на самом деле у нас достаточно много малого бизнеса, с учетом серой и теневой сферы. Что у нас мало реально, это производственного малого бизнеса. У нас сегодня 9% только в структуре малого бизнеса занимает обрабатывающий сектор промышленных предприятий, производственные, лучше сказать, предприятия. Поэтому еще одна тема, которую мы здесь в Санкт-Петербурге сегодня смотрели, это тема именно, она называется РФ-мини-пром. То есть мы хотим сегодня продвигать эту идею о том, что нужно создавать специальные условия для именно малых и средних производственных предприятий, в том числе через создание специальных промышленных парков. Стимулирование этих промышленных парков, которые могут существовать, в принципе, при каждом городе, там, 300 тысяч населения плюс. Как минимум, хотя могут и даже меньше. Так вот, мы сегодня смотрели конкретный промышленный парк, который существует в городе Санкт-Петербурге, хотя хотел бы вам напомнить, что бизнес-инкубатор, который большой бизнес-инкубатор государственный, который был создан в Санкт-Петербурге, приказал долго жить. В 2019 году его больше нет. А здесь это частное предприятие, которое использовало свои производственные территории, свои производственные помещения для того, чтобы приглашать другие производственные предприятия выстраивать спочки промышленные. И в результате у них сегодня больше 80 арендаторов. В основном это текстильный кластер, то есть это связано с пошивом одежды, производством, даже одежды, обуви, некоторыми другими производствами. Но на одной площадке находится сегодня больше 80 предприятий. Они все производственные. Называется это «Красная нить». Но завод, фабрика, которая, собственно, создавала этот парк, делала все за свой счет. Государство никак ни в чем не помогало. А вот сегодня надо все-таки принять решение о том, что такого рода проекты должны быть в частном государственном партнерстве. И от государства здесь требуется определенное количество льгот, которые необходимы для там, нам по налогу на имущество, какие-то такие льготы, связанные с промышленными помещениями. Но кроме этого, конечно, инвестор частный готов вкладывать деньги, но если государство тоже со своей стороны будет предоставлять какие-то субсидии и льготировать. Коллеги, если еще есть вопросы, поднимайте руки, пожалуйста. Вопросов больше не вижу. Давайте тогда подводить итоги. Можно вообще, кстати, сказать, какие главные уроки пандемии для бизнеса? Не болейте. Главные уроки для бизнеса, наверное, следующие. Вот эта ситуация о том, что нужно вкладывать чужую экономику, складывать деньги в стабилизационном фонде или в фонде национального благосостояния, а в условиях на черный день мы тогда, значит, во всем мире, весь мир нас будет кормить, поить и лечить. Вот пандемия как раз доказала, что нужно рассчитывать на свои силы, на свою промышленность. То есть, когда начинается черный день, то ИВЛ никто не продает, вакцину никто не дает. СИЗО, ну вот, тут даже СИЗО пришлось в срочном порядке восстанавливать, а у нас, например, в Петербурге расширять и снова восстанавливать производство ИВЛ, но когда это в срочном порядке делается, то случаются всякие эксцессы. Поэтому вот основной вывод, что как бы нужно развивать отечественное производство широко, то, что у нас есть большой научно-технический потенциал, и то, что здесь мы можем захватывать новые ниши в биотехнологиях, в паркотехнологиях, это тоже это доказала, ну вот эта пандемия, и то, что наконец стали уважать науку и понимать, что в нее нужно вкладывать средства, то, что нужно вкладывать в средства здравоохранения, то, что вот эта приславовутая оптимизация дала отрицательные результаты, и мы справимся или справляемся с пандемией только благодаря тому, что эту реформу здравоохранения не доделали до конца. И у нас сохранились и инфекционные больницы, которые предлагали закрыть, у нас сохранились больше коечной мощности, чем нам, значит, бесконечно навязывали. Поэтому уроков пандемии вообще очень много, очень много, и некоторые положительные уроки. Я думаю, что из нашего опыта, поскольку Россия всегда учится на своих собственных ошибках, но учится иногда и эффективно проходит процесс обучения, то, надеемся, что будут извлечены из пандемии правильные уроки, и в том числе и по развитию бизнеса, отечественного бизнеса, по импортозамещению, по наукоемкому бизнесу и по науке. Действительно, вот хотелось бы верить. Борис Юрьевич, есть что добавить? Я думаю, что еще раз, в общем, говорить о том, что мы уже сказали, проблем этих много, бизнес, наверное, еще раз просто, убедился. Он всегда у нас на чеку, да, он всегда готов к каким-то изменениям и каким-то сложностям в своей работе. Мы это хорошо понимаем. Всегда надо быть готовым к любым каким-то, ну, прямо скажем, и неприятностям. Но, тем не менее, пандемия показала, конечно, ну, самую такую крайнюю форму таких неприятностей, когда многие оказались просто закрытыми не по каким-то экономическим причинам, там, или они вообще по причинам, не зависящим от бизнеса. И даже к такого рода историям теперь бизнес знает, надо быть готовым. И это знание полезно, но дай, не дай бог, чтобы оно, это знание было нужно для бизнеса часто или вообще. Наши коллеги, спасибо большое всем, кто пришел сегодня. Берегите себя и, как уже сказали, не болейте. Не тренируйтесь. Абсолютно согласна.